Под белым покрывалом мемориальная доска, посвященная Олегу Владимирцеву. Талантливый травматолог-ортопед проработал во 2-й краевой клинической больнице 25 лет. Основал на ее базе специализированное отделение микрохирургии и повреждений кисти. Помимо этого, как доктор медицинских наук, опубликовал около 70 научных работ. Свой многолетний опыт врач передал сыну, который пошел по его стопам. Олег Васильевич, все мы коллеги, кто придет работать сюда. Продолжаем его дело, дело всех тех людей, которые работали вместе с ним. Мы должны, конечно же, все это сохранить, самое главное, то, что было наработано ими. Ну и внести свою лепту в жизнь этого большого организма, как краевая клиническая больница. В 1993 году, в возрасте 54 лет, Олег Владимирцев ушел из жизни. В 2021-м краевая клиническая больница номер 2 была названа его именем. Памятная доска с изображением доктора на одном из корпусов появилась только сейчас. На церемонии ее открытия присутствовали его коллеги, близкие, официальные лица и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Ежегодно на стационарное лечение клиника принимает 19 тысяч пациентов. Более 50 тысяч человек получают неотложную помощь в приемном покое и травматологическом пункте. А благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения объем высокотехнологичной медицинской помощи вырос на 20%. Направлено более 7 миллиардов рублей за эти годы. Ну и продолжение модернизации первичного звена будет в следующие годы. Также хочу анонсировать, что в рамках новых национальных проектов будет поддержка и ряда онкологических направлений. Сегодня мы видим, что нужда в этом есть и в Хабаровском крае, плюс блок вопросов, касаемый экстренной помощи. За последние несколько лет Краевая клиническая больница имени Владимирцева по нацпроекту получила 80 единиц нового медицинского оборудования, в том числе современный аппарат МРТ и мощный операционный микроскоп. Виктория Барсукова для Большого Города.